Здравствуйте, это программа «Фокусе событий». Меня зовут Анатолий Никитин. На рассмотрение в Госдуму внесут законопроект, который усложнит, ну или как минимум замедлит бракоразводный процесс. Не для того, чтобы проблемы какие-то супругам создать, а наоборот, чтобы эти самые проблемы решить. Согласно законопроекту, пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака, будут обязаны перед разводом проходить консультации у семейного психолога. И будут ходить на эти консультации, пока не помирятся. На самом деле нет. Как пишут РИА Новости, со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, действующим законодательством предусматривается, что при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на развод, суд может отложить разбирательство и назначить супругам срок для примирения не более трех месяцев. Теперь же, цитата, «Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводятся аналогичные регулирования и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке». По словам авторов проекта, в настоящее время нормы, касающиеся мер по примирению супругов, сводятся, по сути, исключительно к сроку для примирения. Поэтому в законопроекте их пропишут дополнительно. Нормы пропишут. Положительный эффект точно будет. Ну, как минимум, для психологов. Немногим ранее об инициативе по введению обязательной досудебной примирительной процедуры при расторжении брака сообщал глава Минюста Константин Чуйченко. Согласно проекту, в ходе этой самой процедуры супруги также смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов. То есть процедура хоть и примирительная, но какие-то негативные исходы все-таки предполагаются. Некоторые эксперты отмечают, что введение обязательной досудебной примирительной процедуры осложнит судебную защиту прав супруга, который инициирует развод, что проблемы искусственное замедление бракоразводного процесса вряд ли решит, а вот усугубить их может вполне. Справедливости ради стоит напомнить, что закон о медиации не медитации, а медиации. Так вот, закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника действует в России уже с 2011 года, и прибегнуть к услугам посредника можно в том числе и в связи с расторжением брака. Только вот процедура медиации носит добровольный характер и, возможно, не пользуется большой популярностью, потому что оплачивается самими участниками спора. Не случайно глава Думского комитета по делам семьи Нина Астанина в комментарии к иммерсанту высказала мнение, что оплачивать процедуру медиации должны не супруги, а государство. Цитата. Если уж мы в год семьи говорим, что мы должны сберечь наши семьи, то все-таки государство должно позаботиться о том, чтобы при органах ЗАГС и в судах были службы медиаторов. Согласитесь, если граждане пришли в суд с конфликтом, а им говорят, платите деньги и мы вас помирим, это просто абсурд. А если в итоге еще и не помиритесь, потом еще и за сам развод платить придется. Напомним, что летом Минфин предложил увеличить государственную пошлину за расторжение брака суммы в 650 рублей до 5000 рублей. Рост почти в 8 раз. Как говорится, 8 раз подумаешь, стоит ли на это тратить деньги из пока еще семейного бюджета. А почему, собственно, тема эта так активно продвигается? Достаточно просто взглянуть на статистику. По данным Росстата, в России в прошлом году было заключено примерно 946 тысяч браков. При этом расторгли брачные отношения 683 тысячи пар. Примерно 72% пар разводилось. Годом ранее, в 2022-м, показатели были такие. Браков заключено около миллиона, разводов проведено примерно 683 тысячи, процент разводов 65. Количество разводов изменилось не сильно, а вот браки заключали реже. Что же касается Татарстана, то по данным Татарстанстата, за первое полугодие 2024-го количество зарегистрированных браков сократилось. 9048 в 2024-м против 9208 в 2023-м. Число разводов тоже снизилось с 7186 случаев до 6455. Если же посмотреть на процентное соотношение, то в первом полугодии 2023-го года 78% браков заканчивалось разводами, а вот в 2024-м уже 71%. Мириться начали, получается. Это была программа «Фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно. «Фокусе событий» «Фокусе событий» Юлиятё фокусе событий